МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире канала Телемикс программа «Накипела» в студии Елена Бахмина. Здравствуйте! У бизнеса всегда есть не только стратегические цели и важные задачи, но и сложные проблемы. А все ли бизнесмены Приморья знают, что у них есть свой защитник? Конечно, я говорю о бизнес-омбудсмене, который стоит на страже интересов предпринимателей Приморья в отношениях с государственными органами. Как в Приморье обстоят дела с поддержкой и защитой предпринимателей, расскажет мой гость Марина Анатольевна Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае? Марина Анатольевна, очень рада видеть вас в программе «Накипела». Так какими вопросами ведает бизнес-омбудсмен Приморья, который защищает интересы бизнеса? Добрый день, Елена Викторовна. Благодарю за приглашение и благодарю за интерес к деятельности нашего правозащитного института. Я хочу сказать, что вообще уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае – это государственный орган. И задача вытекает, в принципе, из названия нашего института. Основная наша задача – это защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. И мы, конечно же, контролируем соблюдение этих прав всеми государственными органами. Исходя из наших задач, федеральным законам, региональным законам, нам предоставлены полномочия. Мы рассматриваем обращение субъектов предпринимательской деятельности. Любой предприниматель может пригласить нас для участия в проверке в качестве третьего независимого лица. Мы можем участвовать в судебных разбирательствах на стороне предпринимателя. Мы даже можем без специального разрешения посещать учреждения уголовно-исправительной системы, в том числе изоляторы временного содержания, если поступают заявления от субъектов предпринимательской деятельности, которые находятся там по обвинению в экономических преступлениях. С прошлого года нам предоставлены полномочия быть защитником в административном процессе. Конечно, большая часть времени посвящена рассмотрению обращений. Но все же я бы сказала, что стратегическая задача нашего института это решение системных проблем. И вот по результатам встреч, опросов, по анализу обращений мы выявляем системные проблемы, формируем предложения и направляем эти предложения, лоббируем эти предложения практически на всех уровнях власти, в зависимости от уровня принятия решений. Марина Анатольевна, то есть все предприниматели Приморья могут к вам обратиться за помощью в решении проблем? Совершенно верно. Все субъекты предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы на территории Приморского края, либо чьи права нарушены на территории Приморского края. А индивидуальные предприниматели, самозанятые, они тоже могут к вам обратиться? Индивидуальные предприниматели – это тоже субъекты предпринимательской деятельности, поэтому тоже да. Самозанятые сегодня пока еще законодательство не включило их в число субъектов, на которые распространяются наши полномочия. Вместе с тем на федеральном уровне такие разговоры ведутся, самозанятые обращаются, и, конечно, мы им не отказываем в консультациях. А с какими проблемами к вам обращаются предприниматели Уссурийского городского округа? Можно несколько примеров? Ну, я хочу сказать, что обращения от предпринимателей, осуществляющих деятельность в Уссурийском городском округе, по сути, не отличаются чем-то от других обращений. Ну, пожалуй, в каких-то исключительных случаях, как, допустим, в прошлом году были обращения, связанные с наводнением СЧС, которое произошло в городе Уссурийске. Так, предприниматели были у нас обращения по отказу в получении разрешения на строительство по акту ввода в эксплуатацию зданий. Были обращения по реализации преимущественного права выкупа помещения. Несколько лет назад, когда еще были, наверное, актуальны вопросы по проверкам, были у нас вопросы по проверкам МЧС, по длительному ремонту дорог, которые мешали осуществлению предпринимательской деятельности. В общем-то, ничего каких-то вот особенных, отличающихся от других городов Приморского края, муниципалитетов, не было. Единственное, я вот не припомню, чтобы к нам поступали обращения с жалобами в сфере земельно-правовых отношений. Все-таки вот это, наверное, сфера больше все-таки из Владивостока поступает. Из Уссурийска к нам таких обращений не поступали. Ну, скорее всего, в Уссурийске, наверное, лучше подставлен, может быть, больше свободных земель. Ну, таких жалоб из Уссурийска не поступает. Марина Анатольевна, я знаю, что недавно вы помогали одному бизнесмену урегулировать очень сложную ситуацию, которая ставила вообще под угрозу его бизнес. И в конечном итоге все завершилось, я так понимаю, что хорошо. И даже в ваш адрес было направлено благодарственное письмо. В чем была сложность ситуации и какие пути решения были найдены? Елена Викторовна, вот я с последнего начну, что действительно мы получили благодарность. И когда получаешь благодарность от предпринимателя, которому ты помог, это окрыляет, это придает столько энергии, что ты готов, наверное, горы сворачивать. Действительно была очень сложная ситуация. И это я такие обращения отношу к категории самых сложных. Предприниматель арендовал в государственном учреждении помещение под производство. В результате реорганизации нужно было перезаключить договоры аренды на новое предприятие. И здесь, ну не знаю почему, но Росимущество, я бы так сказала, просто завредничало. Формально в действиях Росимущества не было нарушения законодательства, потому что собственник имеет на свое усмотрение, да, имеет право на свое усмотрение распоряжаться своим имуществом. Но это все-таки публичный собственник. И, конечно, его отказ должен быть мотивирован на основании действующего законодательства. А вот то обоснование, которое указало Росимущество в отказе на согласование в проведении конкурсных процедур на право аренды, все-таки у нас вызывало сомнение. Мы с юристами аппарата пришли к выводу, что этот отказ необоснованный. Прокуратура края поддержала нашу позицию. И вот мы получили ответ от письма от предпринимателя, который сказал, что конкурс проведен, они участвовали в аукционе, получили это помещение в аренду, заключили договор, и сейчас они работают. Самое главное, что это производственное предприятие, причем уникальное производственное предприятие. Я очень рада, что мы приложили руку к тому, чтобы его сохранить. Остается только пожелать развития бизнесу этого предпринимателя. А у меня вопрос. Марина Анатольевна, вот в целом, как прошел для предпринимателей Приморья 23-й год? Чем он ознаменовался? Знаете, по сравнению с 20-м, с 22-м, наверное, годом, 23-й год для предпринимателей был, наверное, более-менее спокойный с точки зрения внезапных рисков. Риски, по сути, были, основная их часть уже обозначена в 22-м году. И 23-й год, вы знаете, мы получили рекордно малое количество обращений. И я это связываю с периодом адаптации, наверное, все-таки. Потому что в 22-й год был очень сложным, предприниматели действительно получили огромное количество рисков. Такого не было, наверное, ни разу у российского бизнеса. И ломались и бизнес-цепочки, и логистические цепочки. И как раз в 23-м году предприниматели все этого создавали, искали новые варианты. Поэтому, наверное, я вот связываю именно с этим, что было малое количество обращений. Но я вам хочу сказать, что приморский бизнес у нас достаточно активный, самодостаточный. И несмотря на вот такую сложную ситуацию, много же предприятий новых открылось. Открылись новые предприятия, и производственные в том числе предприятия. На инвестсовете под представителем губернатора практически на каждом совете, ну, наверное, проектов пять рассматривается. Достаточно крупных проектов, которые претендуют на звание масштабных и приоритетных. И малый бизнес тоже открывает новое производство. То есть если говорить о бизнес-климате в Приморье, то он стабильно развивающийся, и количество предприятий, предпринимателей растет. У нас по итогам 2022 года, это тяжелого этого года, мы получили впервые за последние пять лет положительную динамику. Количество субъектов предпринимательской деятельности. Вот парадокс. За 2022 год количество возросло на 1%, а по итогам 2023 года уже реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба, показывает рост уже на 3,5%. И вот по состоянию на 10 января, а именно 10 числа Федеральная налоговая служба обновляет реестр, и 10 января 2024 года в реестре значилось почти 88 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. Мы являемся лидерами по Дальневосточному федеральному округу, по количеству субъектов предпринимательской деятельности, по количеству занятых. И нужно учесть, что у нас же есть преференциальные режимы. И свободный порт Владивосток, и ТОР, и САР. И, конечно, я думаю, что в Приморье достаточно благоприятный инвестиционный климат. Мы по рейтингу, национальному рейтингу по состоянию бизнес-климата, инвестиционного климата находимся в 15-й группе среди всех субъектов Российской Федерации. А по индексу административного давления он показывает как раз административное давление в сфере контрольно-надзорной деятельности. Мы находимся на 22-м месте. И по итогам 22-го года мы подняли сразу на 33 позиции. То есть можно, слушая вас, сделать вывод, что приморский бизнес, как всегда, проявляет чудеса гибкости и приспосабливаемости в новых, меняющихся условиях. Поэтому и дальше хочу спросить, а что наших предпринимателей ждет в 2024 году? Что изменилось или планируют изменить в законодательстве и повлияет на развитие нашего бизнеса? Прежде всего я хочу напомнить предпринимателям, что правительство Российской Федерации продлило часть льгот для бизнеса, которые, часть виды мер поддержки, которые принимали в связи с введением санкции, они продлены и действуют и в этом году. В частности, это автоматическое продление различных разрешений, аккредитаций, различных разрешительных документов. Также следует обратить внимание предпринимателей, что есть еще возможность получения без аукциона земельного участка в целях развития производства по импорту-замещению. Эта тоже льгота у нас действовала до 31 декабря, и правительство Российской Федерации ее продлило. Продлились, действуют региональные виды поддержки. Если говорить про аренду земли, тоже очень важно и нужно предпринимателям знать о том, что есть возможность продления договоров аренды, тоже без аукциона, по тем договорам, которые были заключены до 2015 года. Это очень проблемная часть договоров, и тоже правительство сейчас дало возможность его продлить. Буквально не так давно, в феврале месяце, были внесены изменения в порядок направления уведомления о начале предпринимательской деятельности. Мы живем век цифровизации, поэтому там сейчас за счет как раз электронного, межведомственного документа оборота часть данных будет обновляться без участия предпринимателей. Если это так, изменение места жительства, какие-то вот еще такие данные, которые поступают в другие объекты, в другие реестры, они будут у нас меняться автоматически. Сократили этот перечень. Сейчас вот, допустим, если предприниматель начинает вести, начинает деятельность в сфере ремонта пошива одежды, или ремонта бытовой техники в сфере фотографии, им не нужно будет вообще направлять уведомления о начале предпринимательской деятельности. Они просто могут начать и все. Нужно обратить внимание предпринимателям на персональное, на хранение персональных данных. Ужесточаются очень требования. Вы знаете, что ужесточились требования и по маркировке рекламы. То есть вот такие вещи, связанные с маркировкой, их нужно учитывать и нужно соблюдать, потому что штрафные санкции достаточно серьезные. Вы сказали слово «маркировка», и я тут же вспомнила шутку, которую сейчас придумал бизнес. Реакция бизнеса была на то, что с 1 марта текущего года вышли правила, и на эти правила бизнес примерно так прореагировал. Пчелы, комары, приготовьтесь. Это вот про правила маркировки птиц и животных. В чем суть этих правил? Совершенно верно. С 1 марта вступили в действие правила по маркировке. Но, конечно, есть постановление правительства, его нужно хорошо изучить. А там определены, каким образом что маркируется, что группируется. Не нужно будет маркировать каждую пчелу, каждого комарика. Но все животные, которые в предпринимательской деятельности, так сказать, используются, они должны быть учтены. Наш президент Владимир Владимирович Путин в своем послании поручил правительству Российской Федерации проработать алгоритм для амнистии, для тех компаний, которые используют схемы налоговых оптимизаций. В чем суть этого поручения? Вы знаете, Елена Викторовна, так получилось, что послание нашего президента, последнее послание, мы вместе с коллегами, региональными уполномоченными слушали в автобусе, будучи в командировке. И, конечно, мы практически зааплодировали, услышав это поручение. Потому что, на самом деле, последние годы предприниматели, бизнес-сообщества очень много говорят об этой проблеме дробления бизнеса, о критериях, которые по объему выручки, количеству работников, по которому предприниматели могут применять специальные налоговые режимы. В прошлом году в центральном аппарате Борисовича Титова была создана из региональных уполномоченных рабочая группа, которая занималась анализом права применения налогового администрирования, практики налогового администрирования и влияние ее на предпринимательскую деятельность. По результатам был подготовлен специальный доклад, который вошел в ежегодный доклад Бориса Юрьевича Титова, который он представляет президенту. И, понимаете, там как раз есть все эти предложения. Понимаете, какова была наша радость, что нас услышали, и президент не просто дал поручение, а он прямо высказался. Вот если разрешите, я прям засчитаю, как он сказал, потому что это вот именно то, о чем мы всегда говорим. Не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению, к другим способам так называемой оптимизации фискальной нагрузки. Это как раз то, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что нужен какой-то переходный период, чтобы налоговая база, налоговое законодательство должно стимулировать рост бизнеса. А у нас оно на сегодняшний день тормозит его. И поэтому президент дал поручение проработать параметры, амнистии, исключив всевозможные штрафы, начисление недоплаченных налогов, пеней, именно на момент принятия этой амнистии для тех предпринимателей, которые изменят подход и будут работать в белую. Но, конечно, эта амнистия должна синхронизироваться как раз с изменением критериев отнесения, критериев по объему выручки, количеству работников, по освобождению от НДС, особенно в человекоемких областях. Иначе эта амнистия будет иметь не системное такое значение, разовое, для отдельного предпринимателя. Чтобы это действительно имело хороший резонанс, чтобы это действительно влияло на развитие бизнеса, вот все эти моменты должны быть синхронизированы. И мы сейчас очень надеемся, что правительство Российской Федерации оперативно отреагирует на эти поручения, и будем ждать нормативные документы. Когда у нас в стране, у нас в Приморье слышат бизнес, это не может не радовать. Конечно. Важный для бизнеса вопрос. Каковы сейчас отношения между бизнесом и контрольно-надзорными органами? Они изменились? Они стали уже носить партнерский характер? Или все же пока еще нацелены в сторону карательных мер? Сфера контроля надзора, она всегда была очень важной при осуществлении предпринимательской деятельности. Я работаю уполномоченным уже более 10 лет, и хочу вам сказать, что, конечно, состояние в этой сфере изменилось кардинально. Изменилось кардинально. Если по количеству проверок, оно уменьшилось более чем в 10 раз. Вообще я считаю, что реформа контрольно-надзорной деятельности это одна из действительно успешных реформ, реализацию которой на себе действительно почувствовал бизнес. Ведь проведена большая гильотина отживших свое требование, которые уже не актуальны, которые просто для того, чтобы проверить и привлечь к ответственности. В 2021 году вступило в действие новый закон о контроле, который направлен в большей степени на профилактику. Вот я и хотела попросить рассказать, что такое профилактические визиты надзорно-контрольных органов? Как я уже сказала, закон о контроле 248 ФЗ, он предусматривает профилактические мероприятия. И вот профилактический визит – это тоже контрольно-надзорное мероприятие. Вообще предусмотрено 7 контрольных профилактических мероприятий. Ну и профилактический визит – это мероприятие, когда инспектор приходит с визитом на предприятие, и по сути это бесплатный аудит. Вот если кратко сказать, это бесплатный аудит. По результатам этого аудита могут наказать бизнесмена? Он бывает обязательный и добровольный. Причем я хочу сказать, что по обязательному профилактическому визиту предприниматели должны известить за 5 дней, предприниматель может от него отказаться за 3 дня до профилактического визита. Есть добровольный, предприниматель сам может запросить. Много ли добровольцев предпринимателей, запрашивающих профилактические визиты? Нет. Их немного, но профилактические визиты сейчас инициируют сами контрольно-надзорные органы. И по итогам прошлого года многие контрольно-надзорные органы, больше 50% мероприятий действительно уже профилактические. Марина Анатольевна, что в работе бизнес-омбудсмена самое сложное? Самое сложное – это рассматривать обращения, где формально нарушения прав предпринимателя нет, а по существу ты видишь, что предпринимателя обидели. Вот это самое сложное. Происходит это где-то из-за правовой неграмотности предпринимателя, где-то из нашего русского ВОЗ, где-то из-за частой смены законодательства, когда предприниматель работает-работает и не отслеживает его изменения. Где-то из неоднозначного толкования законодательства. Это очень самые сложные обращения. И когда не удается помочь, мы, конечно, всегда стараемся, но если не удается помочь, вот это самое неприятное и самое сложное. Марина Анатольевна, давайте скажем нашим телезрителям, каков алгоритм, как вам обратиться? Есть ли в Уссурийском городском округе ваш офис? В Уссурийском городском округе работает мой общественный помощник Белов Андрей. К нам можно обратиться через телефон 241-2001. К нам можно обратиться через социальные сети. У меня есть телеграм-канал Шемилина Абмуцмен, у меня есть ВК Шемилин Бизнес Абмуцмен Приморья. Можно просто написать, и мы обязательно ответим. Мы ведем прием. По графику это среда, но вообще мы ведем практически, если есть время, то принимаем предпринимателей. Марина Анатольевна, в завершение, что пожелаете нашему бизнесу? Уважаемые предприниматели, я желаю, чтобы на пути развития вашего бизнеса всегда горел зеленый свет. Спасибо, Марина Анатольевна, за очень актуальный разговор для нашего приморского бизнеса. А я напоминаю, у меня в гостях была Марина Анатольевна Шемилина, уполномоченная по защите прав предпринимателей в Приморском крае, бизнес-амбудсмен. И мы говорили о том, какие проблемы стоят сегодня перед бизнесом Приморья, какие новшества вступили в законную силу в 2024 году, и что нужно совместно сделать государству и бизнесу, чтобы количество предпринимателей в Приморье росло. В программе Накипело с вами была Елена Вахмина, и да, оставайтесь на телемиксе, впереди много интересного и полезного.